ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ В 20-й минуте встречи казахстанец Тулиев, пытаясь блокировать удар, срубил на газон Душубекова. Арбитр назначил пенальти и удалил защитника гостей. 11-метровый удар точно исполнил Умаров. 1-1. Этот счет был в нашу пользу. Оставшись в меньшинстве, Казахстан не бросил играть. За 15 минут до конца встречи Тонгышбаев забивает вновь и выводит Казахстан вперед. 2-1. Главный тренер Мирлан Эшенов ответил двойной заменой, и команда в полном составе пошла отыгрываться. На последних секундах наша молодежка получила право на шرفной удар. К мячу подошел Истраилов. На его передачу откликнулся Абай Бакалеев, пробивший мяч головой. 2-2. Наши ребята сумели переломить ход игры и вырвать столь нужную нам ничью. А Казахстан опустился на дно турнирной таблицы и будет играть за седьмое место. Последняя подача уже, думал, проиграли. Надежды, когда естественно не было. На последних минутах побежал на дальнюю. Я знал, что он туда навесит. На тренировках он всегда так поезжает. И вот забил все, почувствовал позитивные чувства. Команду спал на последних минутах. Соперный действительно сильный был. Мы видели, как даже десятером они вырывали моменты, даже и создавали моменты. Да, мы хотели сегодня... С молодого игра у нас не ходила. Мы хотели, чтобы мяч под контроль взяли. Но именно созидание не было, астраты. Так вы понимаете, мы в этих трех играх всех забили на стандартах. Я думаю, нам надо прогрессировать и готовиться уже на последнюю игру. Спасибо. Чудесное спасение в матче со сборной Казахстана позволило команде Мерлана Эшенова занять итоговое второе место в группе А. Благодаря этому кыргызстанцы впервые со историей будут биться за бронзовые медали Кубка Сотружества по футболу. Соперником на этом этапе станет сборная Эстонии. Жилдаш Исаков, Асхат Казымбеков, НТС, Санкт-Петербург, Россия. Продолжение следует...